Ну что, друзья, всем привет! Вы на канале Солёная, и сегодня я вам расскажу в этом видео, отвечая на ваши вопросы, почему опасна разница в возрасте с мужчиной, с женщиной, когда разница в возрасте достаточно опасна, и когда она достаточно велика. К чему это может приводить и привести? Мне ведь говорят, можно прожить с человеком всю свою жизнь, несмотря на то, что у нас там 10, 15, 20, 25, даже и 30 лет разница в возрасте. Это всё реально, и на моих глазах, в моей практике есть такие люди, которые живут достаточно счастливо. Но давайте с вами посмотрим немножечко глубже. Вот прямо сейчас включайтесь и чувствуйте то, о чём я говорю. А я вам говорю про что. Если, например, женщина 30 лет, а мужчина 60, это ещё история куда не шла. Но мы помним, что когда-то же ей будет 40, когда-то ей будет 50, а когда-то ей будет 60. Сколько лет тогда будет её мужчине? Как в каждом возрасте хочет себя чувствовать женщина? Очень часто женщины, которые выбирают старших мужчин, они сначала ищут себе отца, либо покровителя, который будет покрывать доходы, покрывать моральные издержки, покрывать какие-то истерики и будет тем укротителем. Но потом женщина встречается с тем, что да, действительно, папу я нашла. Возможно, по каким-то финансам я и так больше его зарабатываю. В принципе, я не для этого искала, но я понимаю, что он стареет, он стареет, и старею с ним вместе я. Но я старею намного позже, и это ужасно. Это ужасно, что я должна в какой-то момент стать раньше медсестрой, потому что у него начинаются какие-то сердечные истории. Я должна стать раньше каким-то лекарем, я должна больше уделять время не детям, а ему, потому что он становится вторым ребенком, потому что проблемы со здоровьем становятся очень-очень такими серьезными. И также наоборот, если он выбирает себе старшую женщину, в принципе, какое-то время он понял, что да, я нашел маму, мама для меня выполнила свое дело, и, собственно говоря, я понимаю, что мне еще следить за мамой. На самом деле, у меня вся жизнь еще впереди, да, а я создал себе иллюзию о том, что я должен присматривать за этой женщиной, которую я сам себе выбрал. И так бывает, когда я чувствую, что нет, я не смогу, или у меня не получается, или я не готов. К чему ведут такие отношения, которые долгое время обусловлены разницей в возрасте? Они ведут к разочарованию, друзья, они ведут к разочарованию в своей жизни. Почему? Я столько мог успеть, я столько смог сделать, я столько смог попробовать сам.